здравствуйте здравствуйте компания мба финансы специалист ниронова людмила викторовна видео название по поводу вашей задолженности компании 32 дня вы допустили просрочку 11000 рубль сумма на сегодняшний день требования для оплаты до конца этой недели до 15 наверное не в какой не наверно вот наверное верно что не гарантирует окрашу у достоевского наверное да я вы уж там расслабьтесь вам-то не все ли равно что у нас клиентов мало дмитрий анатольевич его не клиенту уже в статусе должника 32 дня находит ну да мы на определенных условиях на тренинг или ничего не оплата слушайте вы себя ведете на пользу или денежные средства хочу за глупости деньги предоставляли их сразу потратил их не держалась сразу потратил день как можно блять деньги на временное пользу договору займа да не заключалась именно какого договора без бумажки ты какашка на числа слуха дмитрий анатолий член и снискохи дико 3 на него сам закон облигленно подписи подписи под видео его не может помнить имеется что она вас имеет такую юридическую силу не на туле вам не удастся обмануть кердитора и на полагаете да они пойдут в суд пускаем Лариса, Ларочка. А что там? Это же не картошка. Ты приехала с поселка с какого-то. Ты думаешь, что там продаете? Говорить в параллель. А работать и зарабатывать. Вас почему-то этому не научили. Слушай, да это уже давно. Это уже давно проехали. Да ладно, кто в это верит, кроме вас? Кто в это, кроме вас верит? Что ты вот думаешь? Можно подумать, кто-то на это реагирует. Что, есть такие терпевые, которые думают о том, что ты серьезная? Фиксатор уклонения зафиксировала. Я тут листал. Голос один. Сука, они по-моему эти разными именами. Потому что этот голос, я слышу, у меня записи. ИМБА в последнее время частенько звонит. Ну нет, это Лариса. Как угодно. Ну не Лариса. Ни одной нет. Ну нет у меня. Вот у меня ИМБА финансы. ИМБА финансы. Ольга Юрьевна ИМБА финансы. Александр какой-то. Ну и хуй с ним. Что там? Надежда Васильевна. ИМБА финансы. Нету. Ой, Лариса-то. А голос для... Нету. Ох, собаки. Че вы думали-то, а? Да ладно, все равно. Как они себя называют. С ними совсем разговор короткий. И веселый самое главное. Алло. Слушаю. Игорь Николаевич. Я слушаю, кто это? Вы кто такая? Меня зовут Иванова. Олеся Геннадьевна разговор записывает. Так, звучит круто. Как будто кто-то... Вы мне звоните, кому сообщаете, сразу кто-то там какает или обкакался. Как-как-какаем, там что-то такое. Прикольно. Ну ладно. Да, это я. Слушай, Игорь Николаевич, к теме диалога перейдем. Че, на самом деле потекло, что ли, с клайки? И че такие интонации-то себе позволяешь? Давайте вы в паспорт заглядываете и перезваниваете на ваших интересах. Всего доброго. Зачем в паспорт заглядывать? В натуре откакалась тут же. Ну как легко вообще? Ну почему так просто? Ну хоть что-нибудь бы продемонстрировали там какое-нибудь они оригинальное. Он говорит, мы какакаем, мы какаем, мы какакаем. Это вот она ей спрашивает, че ты там какаешь, мы какакаешь. И это сразу их выбивает. Из зоны комфорта. Ну дети, честное слово. Здравствуйте. Здрасте. Коль не шутите. Компания по оценке специалиста Божия Анна Николаевна ведет с удовольствием телефонного разговора. Саронова Татьяна Алексеевна кем приходится? Простите, я правильно вашу фамилию услышал? О боже, Анна Николаевна? Совершенно верно. О боже. Татьяна Алексеевна, кем приходится? Вот это гонор. Прям серьезно, фамилия? Кем приходится? О боже. О боже. Ближе к теме оплаты. Да куда уже? На том акценте расставляется. Ну в смысле? Ну такая фамилия. Я вас сразу задаю. Отвечайте на вопрос. Ну с такой фамилией можно, конечно, надеяться, что на твои вопросы будут все отвечать. Давайте тогда вы настроитесь, а лучше пригласите Татьяну Алексеевну. Лучше сразу по фамилии к тебе. О боже, да. И все. Больная, блядь. О боже, она говорит, да, о боже, фамилия. Что за сэм, блядь? Сатанили там, блядь. Своим оббаб, блядь. Алло, здравствуйте, я у МФК ЦФП Вива Деньги. Меня зовут Нинафова Людмила Викторовна. Диалог записывается. Игорь Николаевич? Здравствуйте, Людмила Викторовна. Да, я вас слушаю, это я. Николаевич, мы звоним, напомните, что у 18-го ваша оплата 3310 рублей. Хотели бы уточнить, платеж по графику вашему 18-го поступит? Нет, 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 не поступит больше платеж. Никакой, никому, никогда. А когда поступит? Никому, никогда, я же говорю. Пока что случилось. Почему случилось? Наоборот, в положительном смысле этого слова. Случилось, да. Решил, все, хватит. Жизнь с чистого листа решил начать. Жить по средствам, за кредитами не обращаться, ни за займами, ни за кредитами. Все, оставить это в прошлой жизни. Все, надоело. Просыпаешься с одной единственной мыслью, где деньги взять. Да, договор будет перед новоделом взыскания, если платёшь 18-го, 20-го. Делайте, что считаете необходимым, я всё равно обанкрочусь. С вами тогда ещё свяжемся, решайте вопрос. Да, уже решил, решил, не-не-не-не. Это вот старая песня, которую я почему-то воспринимал как реальность. А что вы решили? Обанкротиться. А, то есть вы будете подавать на банкротство? Совершенно верно, так и буду делать, да. Я тогда ставлю... Не надо отсчитываться, делайте всё, что хотите, да. Можете ставить, можете не ставить. Ну, вот вообще никаким... Знаете, эта процедура банкротства занимает не менее чем полгода. И не факт, что вас... Не, полгода навряд ли, месяцев 9 минимум, а то и год. Ну, у вас есть право в суд подать за это время. Не менее чем полгода, да. Да, да, да. Я вас поняла, что мы когда ещё свяжемся, решайте вопрос, до свидания, ставлю... Решил я, всё, решение принято, однозначное, бесповоротное. Я всё записала, записывала. Не надо отсчитываться, можете записывать, можете запоминать. Если нечего, то записывать. Здравствуйте. Да, здрасте. Меня зовут Ефременко Екатерина Александровна, диалог запивает сам. Александр Александрович... Чё, да, это я. Чё диалог делает, не понял сейчас. Удёшься запись диалога. А-а-а. По какой причине деньги в компании не возвращаете? А чё у вас за интонация? Чё, повежливее нельзя как-то? Ну, прям и не хочется, собирался, если честно, сегодня заплатить, но уж передумал благодаря вашим интонациям. Чё за хамское отношение? Какое хамское отношение? Ну, чё за голос? Чё ты... Вы деньги в компании взяли 59 дней. Ты честь себе позволяешь? Я у тебя их взял, что ли? Александр Александрович, Чё ты так себя ведёшь? Чужое взяли, нужно вернуть. А вы с этому... Я собирался, блядь, овца сегодня вернуть, сегодня хотел оплатить. Вот передумал. Можешь себе, блядь, орден поставить, блядь, прикрутить, блядь, насквозь, блядь, через сиськи, блядь. Хотел, действительно, но ты чё... Да нахуй я буду это говорить? Я собирался сегодня оплатить, потрачу в другое место, в другую микрофинанцию заплачу. Не, ну, думал нормально, будут разговаривать. Вот на днях же погорел с нормальной тёлкой, блядь. Нет, блядь, ты откуда взялась, всё испортила, а, блядь? Ну, ты чё, блядь, творишь, блядь? За щеканкой, блядь. Ну, куда тебе несёт, блядь? Александр Александрович, ну, я с вами в подобном формате разговариваю. Правильно, я не буду. Всё, взыскала. Когда люди собираются оплачивать, идут и платят, а когда денег нет, вот ведутся такие подобные разговоры. Деньги заработали. Клюв захлопни свой, хамский, блядь, и всё. Тогда будем с вами связываться ещё раз. Всё, блядь, заработала, блядь, бонусы. Не, ну, правда, сразу, сходу, как, блядь. Ну, правильно, её там, видимо, уже не раз, и этот человек. Компания «Должарплата», меня зовут Марина. Привет, Марина. Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. Ага. Сказал же, привет, Марина. Так, вижу, то, что вы пользовались нашими услугами, Сергей Викторович, хотела бы поблагодарить вас за сотрудничество. Также, вот, мнение ваше на будущее. Скажите, вас сумма до 20 тысяч интересует, или всё-таки до 100 тысяч, Расманов? Не, на самом деле, да, пользовался вашими услугами, если вы... Ну, я не думал, никогда бы не подумал, что из таких организаций звонят. Да, за 20 тысяч там, конечно, сделали классный минет, это всё нормально было, да, ну, вообще, прям удивительно, аж не по себе, что правда сейчас есть обратная связь, вот, в проституточных. Ну, за 20-ку хорошо сделали, конечно. Представляю, что за сотку сделают. Ну, мне как минимум троих надо, девочек. Сотку готов дать за сотку. Я звоню из компании до зарплаты, Сергей. Вы перепутали или как? Ой, ёпт твою мать. Я просто в проституточной был на днях, и мне сказали, что если вам не трудно, вам перезвонят. Там как раз тоже такие же стоят. 20 тысяч, она там с одной девочкой сидела. Но она хорошая. Я говорю, компания до зарплаты, микрофинансовая организация. Ну, так и что? Я говорю, вижу то, что пользовались нашими услугами с 21-го года, брали займы. Сейчас какие суммы вас интересуют больше? До 20-ти тысяч или до 100-ти тысяч? Я не пойму, зачем вы интересуетесь моими настроениями? Я что, просил, заказывал звонок какой-то? Чтобы предложение для вас сделать выгодное, Сергей. Это звонок рекламного характера, да? Кредитную, да, кредитную историю. А я что, давал письменное согласие? Я прям изъявил желание, письменно это попросил в формате письменного согласия, да? В курсе закон о рекламе существует в нашей стране? Я вам звоню с предложением. Я понимаю, это звонок рекламного характера. И все вот эти вот звонки, я звоню, регулируются законом о рекламе. Это все в рамках закона, Сергей. Нет, я не давал письменного согласия. В рамках закона о рекламе, а в частности 18-я статья этого закона, у вас должно быть письменное согласие обладателя номера телефона на звонки рекламного характера. Нет, я не давал. Это отдельное письменное согласие. Нет. Когда это было? Вы приняли условия. Когда это было? Здесь не условия, здесь соглашение должно быть. На отдельном листе бумаги. Вы тут не трактуете. Так как вам хотелось бы, чтобы... Вам предложение интересно или нет? Еще раз повторяю, мне не интересно вообще вот это поведение ваше. Я не хочу получать от вашей организации звонки рекламного характера. В таком случае всего доброго. Благодарю за зеленое время. Было у них там что-то записано. Запомните, друзья. Это все теперь на фоне новых веяний, новых законов, должно быть отдельно оформлено. То есть человек должен написать, или пускай заполнить шаблонно, отдельное согласие на получение соответствующих вот этих вот звонков рекламного характера. Либо да, либо нет. Причем, если он говорит, я не согласен, то это не значит, что ему услугу не окажут. Обязано оказать. Алло, здравствуйте. Слушаю. Да, кто это? Вам позвонили из компании ООСитилс. Меня зовут Оношева Инна Сергеевна. Разговор записывается... Зачем? Вы мне позвонили со своей компанией. Ирина Евгеньевна, я могу услышать? Зачем вы мне позвонили со своей... Позвонил Ирина. А мне зачем звонить? Так данный номер указан как ее контактный. Мало ли, что там у вас указано. Она его лично указывала вообще-то. Я не понимаю, что у вас там происходит, и у кого вы берете какую-то информацию, чтобы потом звонить незнакомым людям и какую-то вот утверждать ахинею. Как это незнакомым, когда даже мессенджеры зарегистрированы на нее, поэтому давайте вы сейчас... Это еще мессенджеры. Вы про какие мессенджеры говорите? Что за мессенджеры? Что там несешь? И что? И то. В каком смысле и что, и то? Например, ватсап. Причем здесь ватсап? Ты мне звонишь, ты слышишь, с кем ты разговариваешь? Или что ты хочешь, чтобы на кого-то там был зарегистрирован ватсап, ты ничего не допускаешь, что номер телефона может поменяться, человек может другую симку взять, а другой человек купить эту симку. Допускаю, но у меня несколько дней номер перепродают. Какая-то разница, кто куда симки свои отдает? Раз я звоню конкретному гражданину, то разница есть, а если вы прекрасно понимаете, что вам... Кто ты такая вообще? Алло! Проснись! Ты обосралась, проснись! Да я и не сплю. Кто ты такая? И я, говорит, звоню. Аллилуйя, кто ты такая, чтобы так заявлять? Плесень, блядь. Я звоню. Так вот я тебе и говорю, в контексте... Ты звонишь, но почему ты ожидаешь каких-то, блядь, свершений в свою сторону? Кто-то будет тебе считываться, что-то там, какие-то, блядь, мессенджеры ты там еще. Какая тебе разница, у кого, чья и где, когда оказалась сим-карта? Тебя ебать не должно. Я не ожидаю с вашей стороны какой-либо... Ну все! Я тебя не задерживаю! Все, все, ты мне больше неинтересна. А вы не можете меня, в принципе, задержать? Да, все, я и не пытаюсь, ты мне неинтересна. Была даже. На здоровье я не пытаюсь, как-то заинтересовать. Я вообще коломасу презираю, как и многие люди, которых я знаю, большинство, во всяком случае. Не нуждаюсь вообще в твоей реакции. Да я ничего вам и не предлагаю. Все, закрываем эту тему. Тебе не должно быть это интересно. Тем не менее, это мне интересно. Очень ты любопытная, любопытная Варваре. На базаре нос оторвали, потом засунули в жопу, потом высунули и заставили сожрать. Ну вкусно. Если вы к тебе придете, звоните. Это все вас касается. Вопрос прихождения в себя. Алло. Здравствуйте, МТС Банк. Хорошо. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. МТС Банк. Меня зовут Никоненко Кирилл Александрович, ведется с записью разговора. Вы Дмитрий Александрович? Да, так бывает. Что еще раз, извините, вас плохо слышу. Слушаю вас. Вы Дмитрий Александрович? Я Дмитрий Александрович. Звоню с предложением по рефинансированию. Не хотели бы снизить себе кредитную нагрузку, а также уменьшить сумму ежемесячных платежей? Также за счет рефинансирования... Я же не плачу ничего. Что мне их уменьшать? Куда уж меньше? Но вы же вышли на просрочку, правильно? Я просто перестал платить, как бы это ни называлось. И вы не хотите в дальнейшем закрывать текущие продукты? По-русски можно. Вы не планируете в дальнейшем вносить платежи? Нет, не планирую. И облегчать, соответственно, и возвращаться в режим платежа вы тоже не планируете? Что облегчать? Я ничего не пойму. Давай нормально, по-человечески говори, я же тебе сказал по-русски. Что ты там выдумываешь, усложняешь. Не хотите перейти в график платежей? Я же тебе сказал по-русски, сказал четко, конкретно. И что ты вот эти вот формулировки меняешь с ног на голову, переворачиваешь? Тебе сказано было, платить не собираюсь. Что ты там, блядь, облегчаешься, сидишь? Хорошо, я вас понял. Я тогда зафиксирую. Вот, нормальная реакция, быстрая, понятная и без лишних, как говорится, толкований. Позвонил, блядь, хватанул, блядь, тонца лизнул, блядь, и слился. Все, 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 перебор, подскажите. А все, тебе была самодостаточная информация выложена. Все, вот, живи с этим. Подскажите, у вас есть новые номера для связи с вами? Какие еще новые, наверное? Ты что, блядь, несешь? Все же нормально было. Нормально же общались. Это опять, блядь, вроде я думал, не такой конченый. Ну, давай это самое. Александр Александрович, у вас не появились новые номера для связи с вами? Какие еще номера, блядь, появились? Что у тебя там в голове появляется? Что за версии у тебя в голове возникают, что ты их выносишь? Идите, пожалуйста, корректный разговор. Идет запись разговора. Ну, что ты несешь? Какие, блядь, появились номера, блядь? Что ты вот? Зачем тебе это? Тебе этого мало, что ли? Номера? Нет, это вообще все будет данную информацию. Не надо отчитываться. Делай, что хочешь, блядь. И будешь молодцом. Субтитры сделал DimaTorzok